Хорошо, вы говорите, что у вас нет соответствующих всех документов, правильно? Но только что это вы говорили, я слышал, ну то есть предан... Хорошо, вы слышали? Хорошо. Если как-то в этом месте, не приходят активисты и не выкидывают эту машину, не ломают. Они обращаются в полицию, приезжают в эвакуатор, эвакуируют на штрафплощадку, хозяин платит за этот штраф, правильно? Точно так же должно быть здесь. Не должно, понимаете, если это активисты, они должны действовать в рамках закона. Это полиция, а вы в данном случае занимаетесь... На бесплатные услуги более 40%. А где они? Линия моря, вся полностью, под линии... 70% не включает полностью вот эту сумму, включает полностью вот эту сумму и вот эту сумму. Это составляет более 30%, около 40% на бесплатные услуги. Далее, это же не просто так, понимаете? Все не спустят, говорят, что что-то не так, кому-то что-то не нравится. Но посмотрите, совершенно бесплатно, за свои средства, мы вызвали технику, которая разровняла меня. Жалко, что вы не были здесь полтора месяца назад, когда здесь была вот такая вымояна вся водоросля, протушина, мусори, камняки, кирпича. Все проведена душевая. Для каждого совершенно, неважно, кто вы проходите, можете даже выявиться, за которым вы платили за воду, вы платили за работу. Это все сделано совершенно бесплатно. Детская площадка, да, вы будете приходить сюда со своими детьми. Никто ни копейки не берется, потому что мы не здесь играли. Понимаете? Вы говорите, что... Конечно. Я зовут Антон. Антон Владимирович, который... Директорка? Директорка. Я подошел... Давайте, если вам интересно, мы разберем эту ситуацию. Она была выставлена однопока, где человек скинул видео, когда я уже ухожу. Собственно говоря. Когда я подошел к этим трем девушкам, мое первое было слово, которое я сказал. Девушки, я не намерен ругаться. Я подошел, чтобы как разводить нашу ситуацию. Девушки пришли, раскидали топчаны, да. Я когда подошел, они начали сразу плечать и ругаться. Я говорю, вы можете... Пожалуйста, можете спросить у наших посетителей. Я разрешаю. Вы можете, если у вас нет финансов, занимайте лежаки бесплатно. Я им это сказал. Просто давайте будем людьми. Это перво-наперво. Можете сказать, позвать молодого человека, у меня тут работают люди. Сказать, пожалуйста, уберите эти шезлонги. Я хочу здесь лечь. Никто не скажет ни слова. Но самим раскидывать это все надо соблюдать высокую консеренцию. Уметь уважение друг к другу. Я понимаю, да, они говорят, я хочу лечь вот здесь. Да на здоровье. Пожалуйста. Но обратитесь к этому. Но это же неправильно, да. Например, человек стоит, я утолкну, я хочу здесь стоять. Это тоже будет неправильно. Люди сразу были настроены на конфликт. Начались крики, начались снимания. Откуда у тебя деньги вообще? А что ты себе позволяешь? Ну так дырвок не ведут. Если к мне придет, соответствую, сейчас, ну, опять же, налоговый. Я взял финансовый на вот это все. Я буду объяснять. Но так каждому хотите рассказывать, откуда мне деньги, это совершенно неправильно. А покажи, что вы тогда схемы. Человек с переказащиты, который официально все это будет делать. То есть это будет... А тогда почему стоят общины, если у вас нет схемы? Документы на согласование. Если документы на согласование, тогда почему здесь территория пока что из них наша? Соплодируется, скажем так. Потому что есть какая-то договоренность, да. На словах? Причем она подана уже, официально подана, и документы поданы. Но если нет ответа, то, соответственно, пока что не должно здесь ничего стоячего. Если исходить из этого, да, я не знаю. Тогда почему здесь вот территория, где вижу, что он готовится уже? Готовится, конечно, потому что документы будут в следующей неделе, и у меня должно быть все готово. Ну, вы уже восстанавливаете общины? Ну, выставка есть на человеке. Ну, просто получается. Ну, как, иначе. Ну, если человек хочет снять у меня общин, я имею право, то сказать, у меня есть документы на аренду, обрубование. У меня есть параметры ощущения, у вас согласовывается. Наж thief нашел.